В Казанском университете состоялось торжественное заседание ученого совета, посвященное 85-летию заслуженного профессия Казанского университета. В Национальном музее Республики Татарстан открылась выставка, посвященная студенту Императорского Казанского университета. Очень важно, что Андрей Петрович Лихачев, благодаря своему образованию, не просто собирал, а исследовал эти предметы. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Адалина Драхманова. В ходе официального визита делегации Казанского федерального университета во главе с исполняющим обязанности ректора Дмитрия Тайюрским в Азербайджанскую республику состоялся ряд рабочих встреч с руководством азербайджанских вузов и академических институтов. В рамках встречи был подписан меморандум о взаимопонимании в области образования и науки, направленный на развитие долгосрочных отношений по целому ряду актуальных направлений сотрудничества. Состоялось торжественное заседание ученого совета Института управления экономикой и финансов, посвященное 85-летию заслуженного профессора Казанского университета Виталия Борисовича Ивашкевича. О том, как это было, смотрите в нашем сюжете. В актовом зале Казанского федерального университета отметил 85-летний юбилей доктор экономических наук, заслуженный профессор КФУ, профессор-консультант Виталий Борисович Ивашкевич. Он является основателем школы управленческого учета и контролинга в России и является большой фигурой в мире экономической науки как в России, так и за рубежом. Виталий Ивашкевич – это настоящая легенда в мире бухгалтерского учета. Он является официальным признанным создателем научной школы по управленческому учету и контролингу в России. Виталий Борисович внес значительный вклад в развитие науки и образования на региональном и федеральном уровнях, воспитании научных кадров. При его непосредственном участии были разработаны новые учебные курсы по управленческому учету, стратегическому и оперативному контролингу. Сегодня его друзья, коллеги, выпускники, ученики и нынешние студенты пришли для того, чтобы поздравить его и выразить свое уважение к его научным трудам, к работе и вообще к нему как человеку, как личности. К юбилею Виталия Ивашкевича на первом этаже Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета установлен стенд, на котором размещена информация об основных вехах биографии и научной жизни Виталия Борисовича, с которой могут ознакомиться студенты. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз. Продолжается визит делегации Казанского федерального университета в Республику Казахстан. Представители КФУ посетили Казахский национальный исследовательский технический университет имени Каныша Сатпаева. Здесь стороны обсудили варианты взаимодействия, связанные с поведением совместных научных исследований, образовательными программами, академической мобильностью, экспертизой образовательных программ, научным руководством аспирантами, цифровой трансформацией в сфере геологии и нефтегазового дела, а также инжинирингом. В Национальном музее Республики Татарстан открылась выставка, посвященная студенту Императорского Казанского университета Андрею Лихачеву. В этом году Национальному музею Республики Татарстан исполнилось 127 лет со дня открытия. В честь дня рождения в музее открылась новая выставка, тесно связанная с историей Императорского Казанского университета. Речь идет о редкостях из коллекции Андрея Лихачева, который был студентом учебного заведения с 1848 года по 1853. Именно собрание редкостей Лихачева, накоплению которых он посвятил 30 лет жизни, легло в основу первого публичного музея Казани. То, что сейчас проводится эта выставка, это дань памяти одному из основателей этого музея, это дань памяти выпускнику Казанского университета, ученому, который состоял у истоков создания и общества археологии, истории и этнографии Казанского университета. Конечно, Андрей Лихачев действительно обеспечил Казань великолепной коллекцией, более 40 тысяч предметов, которая и вдохновила профессоров Императорского Казанского университета создать научно-промышленный музей. Выставка получила название «Коллекционирование как образ жизни» к 190-летию со дня рождения Лихачева. Его коллекция не ограничивалась на какой-то одной области науки или искусства. Лихачев увлекался живописью, проявлял интерес к восточной культуре, изучал археологические находки. Особое место среди его экспонатов занимала нумизматическая коллекция. У Лихачева страсть к коллекционированию появляется в годы обучения в Казанском университете, где он знакомится с коллекцией «Кабинета редкостей», «Минц-кабинета», то есть «Нумизматического» и «Кабинета естественной истории». Очень важно, что Андрей Федорович Лихачев благодаря своему образованию не просто собирал, а исследовал эти предметы. При жизни Лихачев в своей коллекции не распорядился. Когда его не стало, вдова решал вопрос, а что делать с этой огромной коллекцией? И тогда эту коллекцию выкупил у вдовы старший брат Андрея Федоровича, Иван Федорович Лихачев, и подарил ее городу. Некоторые экспонаты Национальному музею Республики Татарстан были переданы из музеев Казанского федерального университета. Музеи Казанского университета взаимодействуют и сотрудничают с Национальным музеем Республики Татарстан. Мы создаем совместные выставки и делаем другие выставочные проекты. Мы сотрудничаем активно, конечно же, представляем наши фонды. Здесь также выставлены рукописи Андрея Федоровича Лихачева, которые также сохранились у нас. Они в основном археологического направления. Посетить выставку можно в любой день, кроме понедельника, по адресу улица Кремлевская, дом 2. Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз. В шоуруме Высшей школы журналистики Казанского федерального университета провели презентацию нового клипа вокально-инструментального ансамбля «Волга-Волга» на песню «Девичий танец». Все подробности узнавала наша корреспондент. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета провели презентацию нового клипа вокально-инструментального ансамбля «Волга-Волга» на песню «Девчачий танец». Среди зрителей находились как преподаватели, так и студенты. Они задали коллективу самые различные вопросы и даже услышали песни в живом исполнении. «Раскинув руки широко, как будто крылья дельтаплана, лечу надежно и легко над территорией Ирана». Впечатления у студентов оказались незабываемые, а некоторые студенты даже удостоились памятных подарков от коллектива за особую активность на мастер-классе. «Очень классное впечатление. Я бы хотел, чтобы побольше проводилось таких мастер-классов с творческими группами, с большими исполнителями. На самом деле я, честно говоря, про них многое не слышал, но мне было очень интересно про них узнать, послушать их песни. И мне даже очень понравилось, я бы хотел даже сходить на их концерт». «Когда ты занимаешься таким бизнесом, который называется шоу-бизнес, всегда надо думать о том, что быть интересным не только для, условно говоря, своего поколения, но и, конечно, для поколения, которое моложе тебя». Полную трансляцию презентации можно посмотреть в социальных сетях нашего телеканала. Валерия Карташова, Софья Чугунова, Фарид Захит Аглы, Универньюз. В Институте психологии и образования Казанского университета прошли студенческие спектакли «Театр триумф». О спектаклях и не только. Смотрите далее. Показывать студенческие спектакли в Институте психологии и образования стало традицией. Студенческий театр «Триумф» существует с 2015 года. Здесь студенты выступают актерами, сценаристами, помощниками режиссера, декораторами. Студенты вовлечены в эту деятельность не случайно. Они обучаются по профилю начальное образование и иностранный английский язык. Профессия учителя, она обязывает всегда быть актером. Учитель всегда на виду, перед всеми. И, конечно же, то, что умеет делать педагог, он должен передать и научить этому своих воспитанников. То есть, учащихся начальных классов. Студенты третьего курса показали два спектакля. «Алиса в стране чудес» по сказке повести английского писателя Льюиса Кэрролла. И уроки французского по повести Валентина Распутина. Наш театр с каждым годом все больше развивается, систематизируется. И все больше студентов интересуется этим театром. Я играю в него уже третий год. Мне очень нравится. Очень все здорово. Я развиваюсь и развиваю свое актерское мастерство. Также занимаемся с детским театром «Радуга», являемся наставниками для деток. Также и им показываем различные спектакли. Это нам помогает развивать свое ораторское мастерство, что очень нам поможет в будущем нашей будущей профессии учителя. Спектакли были показаны перед школьниками города Казани и республики Татарстан. Студенты прекрасно справились с поставленными задачами и продемонстрировали высокий уровень артистизма. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз. На этом все. В студии была Аделина Абдрахманова. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok